В общем, сегодня будем разбирать много фраз из культового фильма Куентина Тарантино «Палфикшн. Криминальное чтиво». Поехали! Давайте посмотрим эпизод. Собственно, приезжая из Штаты, чтобы узнать, курит ли человек травку, достаточно спросить «are you puffing?», он вас поймет. А можно просто покупать табак и крутить папиросы, как, например, в следующем отрывке. Кстати, «joint» — это не единственное выражение, означающее «косяк». Также можно сказать «никл». Из урока по Титанику вы уже знаете, что «никл» — это пятицентовая монета. Но не только. «Никлноут» — это банкнота в пять долларов. Именно на пять долларов когда-то можно было купить косяк. Пример из одного известного фильма. «Скоро маленький Гэмбл не сможет купить косячок для своей бабули». «Возвращаемся к криминальному чтиву». «Для новичков» — обратите внимание на прилагательные «legal» и «illegal» — законный и незаконный. В диалоге есть несколько примеров. «Proprietor of a hash bar» — «собственник гашиш-бара». «Get a load of something» — «обрати внимание на» или «слушай сюда». «Ингл, это не так. Но это не важно, потому что «get a load of this». Если вы выживаете под автором в Амстердене, то это не легально, чтобы их застрелить. «О, боже, я иду. Это все. Я иду. Нет, боже. Ты диггет на мастер. «Ты диггет на мастер». «Дигг» — «очень нравится» или «приходить в восторг» или «балдеть». «Ты диггет на мастер». «Ты бы от этого пришел в полный восторг». Также посмотрите пример употребления глагола «дигг» в сериале «Сверхъестественное». Переходим к «Бучу» — персонажа Брюса Уиллиса и Марселосу Уоллсу. «To make it» — «добиться чего-либо» или «достигать успеха в чем-либо». «Ты подобрался близко, но успеха не достиг». «You came close, but you never made it». «And if you were going to make it, you would have made it before now». И дальше идет предложение условного типа. «And if you were going to make it, you would have made it before now». «Если бы ты мог достичь успеха, ты бы уже был чемпионом». Более-менее литературный перевод. Суть в том, что Буч — персонаж Брюса Уиллиса, второсортный боксер, который всегда хотел быть чемпионом, но так им и не стал. «You came close, but you never made it. And if you were going to make it, you would have made it before now». Вот мы с вами только что говорили про второстепенного боксера. Вот вам и вариант. «Палука» — посредственный спортсмен. Обычно так говорят о боксерах. Также презрительным словом «палука» обзывают слабаков и неуклюжих людей. Далее Винсент Вега, персонаж Джона Траволта, говорит ему «панчи». «Панчи». Насколько я проверил, источник берет начало от прилагательного «панч дронг» — состояние шока или получившее травму головы или сотрясение мозга, чаще всего в боксе. Здесь «панчи» — существительное. Можно предположить, что Винсент называет его так из-за того, что Буч не только посредственный боксер, да еще и постоянно пропускает в голову. Грубо говоря, «панчи» — это мешок, человек, не умеющий драться. Переносимся в комнату, где Винсент покупает героин. «Хай» — разговорном английском — это «кайф» или «состояние наркотического опьянения». «Гет хай» — принять наркотики, кайфануть или шмальнуть. Дорогие вдохновители нашего канала, если вы регулярно смотрите наши видяшки, то уже знаете о существовании проекта Movie English. На этом канале ведущий Андрей разбирает разные интересные фразы из фильмов и ситкомов. Кликни сюда и пройдешь на канал для русскоговорящих. Кликни сюда — пройдешь на канал для англоговорящих. И не забудь ставить им лайки. «Но проблема» — без проблем. Американизированная версия испанского выражения «но проблема», которая означает «но проблем», стала популярна благодаря фильму «Терминатор 2». Фразу «но проблему» нужно произносить с испанским акцентом. Оно же считается американским сленком. «Алтейка рейнчак» — в следующий раз. Вот не получается у Винсента в этот раз потащить и шмальнуть как следует. Вот он и говорит «Алтейка рейнчак». Мол, в следующий раз обязательно. Переносимся в бар к Винсенту и Мия. «Алтейка рейнчак» — небольшой глоток. «Попробовать» или «глотнуть». «Не против, если я глотну». «Равноценно ответу» — «пожалуйста». Или, например, как в данном случае, «угощайся». А знаете, как сказать «припудрить носик»? «Повдер» — «порошок или пыль». «Припудрить носик». Наверное, ни для кого не секрет, что это лишь женский эвфемизм сходить в туалет. «Повдер» — «порошок или пыль». «Ой, это потрясное чувство, когда вы вышли припудрить носик, приходите, а на столе уже еда». Кстати, кто такой Барри Холли? Знаете или нет? Не знаю. Скорее всего, нет. Здесь вместо Барри Холли можно использовать, например, имя друга и сказать, что актриса из нее не очень. Думаю, актриса из Сары никудышная. Можно и без «I don't think». Только вот для этой конструкции нужно отрицание. Актриса из Сары никудышная. Вы же знаете, что перед существительным «actress» ставится артикль «and». Вы знаете, а Джулс нет. Собственно, Джулс говорит неправильно, потому что, скорее всего, он из района Инглвуд, как он, по-моему, уже говорил. Кстати, этот парень тоже, скорее всего, не знает, потому что «I don't think he is much of a teacher» и последний фрагмент с самим Квентином. Доркс. Простонародье «придурки». Как вы и поняли, герой Квентина, Джимми, подал им свою одежду. Собственно, в этом и прикол. А сейчас повторим выражение, которое вы выучили. Я буду произносить выражение, вы будете повторять его, а потом я буду давать перевод. В простонародье «забить косяк». Попыхивать сигары или трубкой. Собственник гашиш-бара. Собственник гашиш-бара. Обратите внимание на или «слушай сюда». «Ты бы от этого пришел в восторг». Добиться чего-либо. Достичь успеха в чем-либо. Плука. Посредственный спортсмен, обычно о боксере. Панчи. Мешок. Боксер, который пропускает удары. Hang out. Тусоваться. Get high. Принимать наркотики, кайфануть или шмальнуть. No problemo. Без проблем. I'll take a rain check. Следующий раз. Have a sip. Попробовать или глотнуть. Be my guest. Пожалуйста. Или например, как в данном случае, угощайся. To powder one's nose. Припудрить носик. Powder. Порошковый наркотик. I don't think Buddy Holly is much of a waiter. Думаю, что из Buddy Holly официант не очень. A couple of dorks. Пара придурков. Dorks. Придурки. Тебе точно понравилось это видео, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, добавляйся в группу ВКонтакте, добавляйся в Инстаграм. И еще. Если это видео не наберет 5000 просмотров, мы не выпустим следующий ролик. Как только на нашем канале это видео наберет 5000 просмотров, 5000 просмотров, только тогда выйдет следующее видео. В общем, если вы нас любите, смотрите видяшки. Смотрите видяшки. Только если вы нас любите, смотрите видяшки. Я пошел, я буду скучать по тебе. И по тебе тоже буду скучать. Кстати, как насчет того, чтобы сделать видео по Горбатой Гарри? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok